Дальше растила, давала... Да ещё не было. Это тогда ленинг жил, да? Нормально я почепил? И для меня, я вот пыталась понять, какая это... Победа, для меня это было огромное... Ладно, мы ляжем на пол. Я такая, так, ладно. Смотри, вальчик. Но... О чём вы сожалеете, что не сделали? Не была той матерью, которая могла бы быть. От какой привычки, черты характера вы бы хотели избавиться? От эго. Поедь мы куда-то за границу, я не буду обращаться к государству. Влетают люди с автоматами, и мы такие... Господи, что происходит? А тебе, извините, это уже... Это такая вещь, которая не ломается никогда. Да, она никогда не порвётся. А что у тебя вне театра? У тебя, получается, был развод? Да, у меня был развод. Писать что-то на могилке. У неё была страсть. Театр. Здравствуйте, это программа «Без монтажа», где удивительные герои рассказывают свои истории, и вопросы мы не вырезаем. У меня прекрасная Радия Хасанова. Привет. Я на тебя смотрю, и сразу, знаешь, такой слэшбэк, 96-й год, когда я тебя увидел, Лысый, в эфире одного из телеканалов, и звали тебя Йока. И тогда я сказал, боже, что это за космос? Что это за... Ну, это были такие серые 90-е годы. Ну, да. И для мальчишки, который жил в пригороде, ты была настолько яркая, и по сей день ты не изменилась. Слушай, это была программа, которую мы делали вместе с Серёжей Дулесовым. Был у нас такой персонаж, артист, великолепный совершенно. Вот с такими длиннющими волосами, вот с такими роскошными бровями. Он прекрасно пел, блестяще танцевал, очень талантливый человек. Совершенно неординарно думал. И да, мы тогда говорили на какие-то интересные темы в основном об искусстве. В основном об искусстве. И о парадоксах искусства, об истории искусства. И затрагивали разные темы. Ну, тогда я не соображал по этим темам, честно. Меня вдохновил твой образ. Ты всегда была яркой. И многие сейчас зрительницы, наверное, думают, какой секрет успеха. Ты никогда не колола себе ни ботокс, ни диспорт. Один массаж, а тебе, извините, это уже... 50 скоро. Да, скоро 50, да. Ты просто выглядишь. Как? Ты знаешь, во-первых, конечно, это генетика. Я думаю, что благодаря маме и папе, то есть, да, подарочки они мне такие отвалили. Во-вторых, я в какой-то момент была научена родителями и бабушками тому, что очищение, увлажнение, питание... А я человек крайне дисциплинированный, сказано, сделанный. Я могу на протяжении десятилетий, как заведенная, ни разу за свою жизнь, ни одного раза не легла спать, не приведя в порядок свое лицо. И я достаточно быстро, скоро поняла, что мне не подходит алкоголь, я не люблю жареное, я не люблю соль вообще, мне нравится острая пища, но не соленая, я не люблю жирное. Мне просто повезло, я вообще не люблю алкоголь. Я за свою жизнь не выпила ни одного раза ни глотка пива. Но курить ты курила. Курить я курила, да, потяжелой. А потом в 2009 году бросила и ту-ту. На какой-то период там тяжелый был в моей жизни. Я закурила два года и снова бросила на этом карантине. Ну, выглядишь ты прекрасно. Спасибо. И для меня, я вот пытался понять, какая ты. Ты пластилин. Ты очень такая пластичная. Серьезно? Достаточно. Потому что ты была, начинала как журналист. Потом наша с тобой встреча была, ты являлась пиар-директором телеканала. После издателем, работала в банке. Сейчас в театре режиссер. И не каждый сможет. Ты для меня достаточно сильная, мудрая женщина. И я твой инстаграм читаю, как, знаешь, как википедию какую-то, знаешь, иногда. Да, серьезно? И я... Она такая... Как это сейчас называется? Ой, время. Надо запилить пост. Ой, я даже запомнила эту фразу. Что за выражение дурацкое? Надо запилить пост. Есть такие посты, которые цепляют достаточно все струнки души. И я буду читать такие сноски, которые мне очень интересно узнать, что ты в тот момент ощущала, думала и что из этого вышло. В этом апреле я разваливалась. Осуществленная 20-летняя мечта о своем театре, мне казалось, умирала. Что сейчас? Нет, мы прошли этот этап всем театром, мне кажется, прошли его. Ну, как обычно. Вот знаешь, есть такая вещь, которую я называю вцепиться. Вот вцепиться до состояния, что пальчики побелеют, да, и не отпускать. Это наше эго ложное, которое, типа, говорит нам о том, что мы что-то имеем. Что у меня есть там, типа, мой коллектив или мой театр. Да, конечно, они существуют, они есть, но это вовсе не мое. Это то, что мне дали на время для того, чтобы решить, там, может быть, какие-то задачи, а может быть, просто дали. Ну, то есть, да, это вовсе никакая не моя, там, заслуга за то, что я пипец какая потрясающая. И мы придумываем для себя, придумываем для себя какие-то определения, что я мать, или я руководитель, или, там, я не знаю, я певица. Да, да, и держимся за это со страшной силой. Слушай, ну, если время изменилось, если надо сейчас стать кем-то другим. Ну, вот ты понимаешь в какой-то момент, да, что я поняла в какой-то момент. Ну, плохой я журналист, неинтересно мне это. Это еще время такое было очень странное. И мне это было на тот момент неинтересно. И те люди, которых мне предлагали, с которыми предлагали работать, мне были неинтересны. Я просто ушла. Мне надо было поучиться маркетингу и вообще работе с деньгами. И надо было немножко сломать свое эго и поработать под чьим-то управлением. Я приняла приглашение поработать в банк. Думаю, ну, это, в конце концов, новые знания, это новый вызов, значит, это надо делать. И так происходило всегда. Но с театром в другое театр-то я всегда мечтала об этом. Это же детская мечта моя. Ну, получается, ты его создала после 40. Да, да. А как ты вот, ну, как ты решилась на это? Я всю жизнь мечтала об этом. Ты понимаешь, Идилька? Просто я на себя смотрю, ты такая хиппи. Но я помню тебя, когда ты была такая светская львица, денег, полная сумка, дорогие бренды. Да. А сейчас у тебя йога, и ты мечтаешь о частном доме. Ну, да. Так странно, что люди воспринимают, да, то время, что я такая светская львица. При этом у меня всегда было такое отношение ко всем брендам, ну, такое немножко издевательское уже. Для меня же, например, вот Ира Пайжанова, Леша Джен, то есть представители Лиля Рах, представители фэшн-индустрии в Казахстане, да, они для меня были такие очень-очень-очень сторонние люди. Я с Лешей-то познакомилась совершенно случайно, знала всегда о нем и всегда с таким презрением относилась ко всей этой индустрии. Типа, модники, такая, я-то книжки читаю умные, а вы-то про бренды все думаете. И когда я с Лешей познакомилась и увидела, насколько глубокий этот человек, и как много он знает о моде, и какой это интеллектуал, и какой это порядочный человек, для меня это было огромное открытие. И я тогда подумала, слушай, мать, а не слишком ли ты на себя берешь много, навешивая какие-то ярлыки на людей? Вот вообще навешивать ярлыки, это вот как раз о том, о чем я говорю, это ложное эго. Поэтому я стараюсь все срывать, и как только срываешь какой-то ярлык, высвобождается огромное количество энергии. И я не журналист, и поняла это в какой-то момент, и совершенно однозначно в какой-то момент поняла, что я не пиар-директор канала, когда все закончилось. Окей, значит, наступило другое время. Я издатель, а потом не издатель. Ну, значит, закончился и этот период в моей жизни, и он много мне дал. Что же делать дальше? Куда расти дальше? Я была ивентмейкером и создавала мероприятие. Самое яркое твое мероприятие какое? Из ивентов? Да, с таким большим бюджетом. Их много было, я вообще не хочу об этом говорить, там такие заказчики были. Поэтому не очень хочется рассказывать. Я почему это задал вопрос? Потому что там такие суммы и бюджет твоего театра. Да, несравнимо даже. Яркими были, ну, конечно, запомнилась премия А1, это когда я работала еще на канале. И, ну, допустим, мы были на том мероприятии, когда арестовывали хозяина шимкент-пива. Нас же всех положили мордами в пол. То есть, а мы знать не знали, что там происходит. Такие, господи, что происходит? Нас пригласили, дали нам задание, согласились со сметой. Мы делали мероприятие, и вдруг влетают люди с автоматами. И мы такие, ладно, мы ляжем на пол. Ну, и вот лежали там на полу. Так что всякое, конечно, случалось. Несравнимые бюджеты. Абсолютно. И классно. Когда мне сейчас какие-то вещи предлагают в театре, я далеко не всегда соглашаюсь. И мне кажется, это правильным. Лучше сохранить идею и делать все, как ты считаешь нужным, чем прогнуться под заказчика, который говорит, я хочу, чтобы вы восемь раз за десять минут сказали, там, я не знаю, про мой бренд, какой вкусный коньяк. Или еще что-нибудь в таком духе, какие красивые бриллианты. Нет. А какая идея вашего театра «Интериус» с таким вкусным, ярким названием? Внутренний мир. Внутренний мир. Космос внутри. Космос внутри. Намного интереснее рассматривать то, что происходит внутри человека. Ну, под влиянием того, что снаружи, безусловно. Но трансформация человеческого сознания, рост человеческого духа, это намного интереснее, чем вот какие-то внешние истории. Поэтому через внешние истории всегда какая-то победа. Внутренняя победа. А твоя любимая постановка? Невозможно. Ты можешь? А, ну ты-то не можешь. Как можно назвать любимого ребенка? Нет, конечно. Но ты смотришь на вот именно, на вот это действие и получаешь обратные отзывы людей. От всех. Сейчас уже... Нет, я имею в виду, что именно от этой постановки, к примеру, там, «Дюймовочка», люди больше меняются, больше решают изменить свою жизнь. Все меняют. Вот сейчас, в этой интерпретации, вот перед наступлением карантина, мы пришли к тому, что все спектакли достигли пика. Я очень надеюсь, что мы не потеряли форму, потому что другая «Дюймовочка» по сравнению с тем, что было три года назад, это, конечно, нечто потрясающее. А «Огонь детка», хэштег «Огонь детка», мы выросли вот с такого уровня до космического. И, ну, любовница, как всегда, очень крепкие позиции. В главной роли, потрясающе совершенно, мы нашли какие-то фантастические, прикольные ходы. Он сейчас уморительно смешной за счет главных героинь, просто уморительно смешной. Вот то, чего мы достигали. Пытались достичь и, наконец, сделали это. Поэтому все люблю, все хочу снова. А трупа, как ты их подбирала? Где ты нашла таких ярких и талантливых? Ну вот, приходили, чувствовала, что огромный потенциал в человеке. И дальше растила, давала возможность раскрыться. Я молодец в этом смысле, потому что дала таким людям расцвести буквально. Так что, ну, ни одного же профессионального актера. Ни одного. И тем не менее, видишь, как блистают на сцене. Аншлаги. Угу. Все время. Билеты невозможно взять, найти. Невозможно купить, да. Как мне написала вчера одна женщина, я так долго хохотала, а она пишет. Россия, пожалуйста, я вас очень-очень прошу, дайте просто такой намек чуть-чуть заранее, когда начнут продавать билеты на тикетоне, потому что чувствую, что будет драка. За билеты. И такую картинку прикрепила, смешную. Я говорю, нет, мы драки не допустим. Это ужасно приятно, на самом деле. А как, вы не планировали увеличить площадку, ну, чтобы вместимость была поболее? Нет, нет. Потому что как-то хочется, чтобы все-таки люди ходили, люди смотрели, развивались. Другие. Разные приходят, и все больше и больше. Ты думаешь, это одни и те же люди? Да нет, конечно, мы любовницу играем с 15-го года, 5 лет, каждую неделю фактически. Конечно, это каждый раз новые люди. Приходит очень много молодежи, очень много мужчин стало. Так классно, просто потрясающе. И нам нравится камера. А что повлияло на это, что мужчин стало больше ходить? Женщины, наверное, тащить. Либо духовность падает, и люди хотят чем-то подпитаться, распустить крылья. Не знаю, мне кажется, наоборот, растет. Ты что? Мне кажется, наоборот, такие тенденции, когда все чувствуют, что вот это правильно, вот это классно. Сейчас правильно ходить в театр? Конечно. Ну, то есть это прям, не хочу говорить модно, но это видно вот в том числе и в тренде. У определенной прослойки населения. Нет, ну, конечно, естественно, страна-то разделилась. Посмотри, то есть, с одной стороны, люди, которые говорят только на казахском языке, у них своя культура, свои кумиры, свои блогеры, свои музыканты, свои композиторы, свои звезды. Вот, и люди, которые говорят, ну, и мы разделились и по возрастам, и по регионам, и по жузам, и по всему. Ну, то есть, естественно, страна сейчас настолько разрозненная, не единая, к сожалению. Поэтому, да, у определенной категории людей, да. А в этой разрозненной стране есть ли люди, которые готовы спонсировать твои постановки, или вы сами все? А зачем, Адиль? Ну, то есть, конечно, поддержка, она всегда нужна, и это всегда ужасно приятно. Ну, мы, в принципе, так особо-то ничего не просили. Вот сейчас, наверное, чтобы восстановиться, нам нужна будет какая-то помощь, и то, я думаю, что... А как вы держались? Вот ты заговорила о своей труппе, и ты о них, как о своих любимых детях. Нормально. Но они остались без средств существования в этот период. Смотри, Адиль, вот пока мы работали, нам никакая помощь не нужна. Нам вообще, в принципе, ничего от государства не надо, кроме возможности работать. Мы делаем очень крутой контент, мы делаем очень хороший продукт, и люди его покупают, вот и все. И поэтому так, собственно говоря, и происходит. Я все копейка, копейки считаю. Хороший продюсер, я умею посчитать. У нас нет сумасшедших, сумасбродных декораций, у нас нет безумных, ненужных каких-то костюмов. Мы ошибаемся, что-то меняем, что-то перешиваем, что-то переделываем, но мы работаем аккуратно. Нам не нужна помпезность, мы не пускаем никому пыли в глаза, мы рассказываем историю вот отсюда. А для этого совершенно не обязательно иметь наряды. Я тут недавно с Айсулушкой Азимбаевой болтала, я говорю, Айсулуша, увидела какой-то отрывок из, когда она играла любовницу. Я говорю, боже мой, какое на тебе там платье ужасное, он какой-то такой дешевенький. И она мне так спокойно говорит, друзья, разве это имело значение? Самое главное, что мы рассказывали потрясающую историю, как это происходило, эти танцы, эта страсть, эта дружба внутри коллектива. Ну, то есть, вот это было самым главным. А почему тогда она покинула вас? Ну, для этого были причины, ей надо было дальше расти, ну и потом она устала. То есть, мы практически год с ней работали, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье и снова понедельник. Развереть же можно было. Зал-то был вот такой сенький, на сколько там, на 70, на 80 человек. Поэтому, чтобы, ну, хоть как-то окупаться, какие-то деньги иметь, мы работали очень часто, очень активно. Когда зал стал побольше, малый зал Уэзовского театра, спасибо большое руководству Уэзовского театра, они большие молодцы. Они прям поддерживают, идут навстречу, помогают. Ну, слушай, все так красиво звучит. А что, а есть обратная сторона? Какая? Ну, вашего театра, ну, не все же так идеально? Нет, у нас все хорошо, до тех пор, пока нам дают работать. А почему мне дают работать? Когда нам сейчас, ну, потому что карантин был. Вот мы случились, ты здесь был, на этой планете? Нет, я понимаю, да. Но почему именно во время, сейчас же дали послабление? Да, потому что... Но вы также без работы. А, ты к этому ведешь? Да, то есть я хочу сказать, что жаловаться смысла нет на вот, когда все нормально, когда обычная жизнь. Мы не вот не те, которые ходят и говорят там, дайте нам то, дайте нам это, платите нам зарплаты. Там, я не знаю, там, оплачивайте наши там помещения. Мы все делаем сами. Мы настолько самодостаточные. И именно поэтому бесит, что мы для Министерства культуры, то есть частные театры, оказались абсолютно невидимыми в кризис. То есть они удивляются, да, вы такие есть, но как бы ничего, что мы контент делаем, да. И вообще-то, в отличие от ваших театров государственных, к нам ходят. И заполняемость у нас вообще-то побольше, чем у вас, если уж правду говорить. И мы при этом не таскаем гастролеров с соседней, там, России, допустим. Да, мы работаем, вот оно то, что работает здесь, создается здесь. И они такие, да, вы налоги платите. Прикиньте, да, мы налоги платим. Ну, то есть вот это поразительно. И вот это ужасно обидно и грустно, что государство, Министерство культуры очень многих вещей о том, что происходит в стране, просто не знают. Такое ощущение, что сейчас культура не нужна. Вот это самая большая проблема, потому что пандемия, она вскрыла эту проблему. Но то, что сегодня подверглась, оказалось под самым большим ударом, это образование, культура и спорт. Это то, что было реально, закрыто. И закрыто, в общем-то, вот по сегодняшний день, на день записи, да. То есть говорят, что с 31-го откроют. Ну, вот когда программа выйдет, посмотрим, может быть, и будет уже работать, да, что-то. Вот, но это очень тяжело было эмоционально. Знаешь, как вы ходили из всей этой ситуации? Я, например, для себя. У тебя какой был самый главный вывод во время карантина? Вот что ты оттуда вынес самым таким серьезным, как это сейчас называется? Месседж? Таким посылом. Посылом было, да. Ну, когда мы поменяемся местами, я тебе расскажу, вот ты мне ответь на этот вопрос. Я поняла, что все так, как должно быть. Вот все идет ровно так, как угодно Богу. И ты в этих обстоятельствах должна быть гибкой. Должна быть как вода, да. То есть люди болели, к несчастью люди умирали. Ну, то есть, да, и, конечно, мы сидели в карантине, конечно, мы соблюдали все правила, конечно, мы не репетировали, само собой разумеется. Не только у нас не было спектаклей, мы и не репетировали. То есть мы честно сидели дома. И значит, обстоятельства были сильнее нас. И когда я это поняла и научилась это принимать, перестала цепляться вот этими побелевшими пальчиками. Мое! Дайте мне это, мое, это мое! Верните! Как, знаешь, ребенок в магазине с игрушками, когда они покупают ножкой топ, на пол хлоп, да, и истерику катать. Как только я научилась с этим жить, стало легко, стало понятно. Это вот внутреннее решение. Оно не имеет отношения никакого к государству и к каким-то там вот этим вещам. Я говорю о том, что происходило внутри. Вот эти процессы, которые происходили внутри. Я поняла, что все идеально для меня. Это было офигительное время, чтобы многие вещи в голове расстались. Но ты же не можешь сидеть в домике, и тебя не пугают те мысли, что в стране, в которой ты живешь, культура где-то там на задворках, образование и спорт, а ты относишься к этой сфере. Это твоя жизнь на данный момент. Безусловно, конечно. Не хотелось... Ну, какие-то мысли не возникали. В смысле, с плакатом стоять на площади? Нет, нет, все бросить и уехать там, где это ценится. Не знаю пока один... Честно тебе скажу. Может быть, и наступит такой момент. Кто его знает, да? Просто такая большая утечка мозгов. Да, к сожалению, да. Таланты. Очень многие люди уезжают. На моих глазах, то есть вот... Художник по костюмам, который мог бы, да, то есть там уезжает. Музыкант, который может делать потрясающую музыку, там уезжает, да. Дизайнеры, там графики, художники по декорациям, осветители. Ну, то есть... А как остановить? Ну, я не знаю. Наверное, это работа государства. Я поэтому и говорю, что хорошо бы было, если бы наше министерство немножко больше знало о том, что происходит в стране. Не только в... Господи, в Астана-балет, да. Не только в каких-то, я не знаю, в части каких-то концертов, когда наступает день, не знаю, день столицы, да, и они там фейерверки пускают. Но чтобы они знали, куда люди реально ходят по пятницам и субботам, что им по-настоящему интересно. И где, собственно говоря, находятся основные творческие силы, основные творческие силы, которые неплохо было бы, наверное, поддержать. Вот нам нужна поддержка в гастролях, допустим. Очень нужна. И я точно знаю, что поедь мы куда-то за границу, а у нас есть приглашение, я не буду обращаться к государству за помощью. То есть совершенно точно это будут частные инвесторы. И при этом не потому, что мы там что-то показываем про нашу страну, как раз-таки наоборот мы показываем наших людей потрясающих. Ну, женщин в первую очередь. Тот же самый проект, хэштег «Огонь детка», да. Умных, ярких, сильных женщин-победительниц, женщин Казахстана. Нет, не потому, что мы какие-то гадости собираемся говорить, поэтому там и я не обращусь. Нет, просто потому, что я знаю, что, ну, я помощи не дождусь. Поэтому не страшно. Адель, ты знаешь, это такая забавная вещь. Я вообще перестала бояться. Вообще. Просто вообще. Ничего не страшно. Мы справимся. Мы справимся. Нам нужна просто элементарная возможность работать. И мы будем рассказывать подросткам, как оставаться человеком, да, дюймовочки. Мы будем рассказывать, как не жить претензиями и злостью в спектакле, в главной роли. Мы будем рассказывать, какие у нас фантастические женщины через проект хэштег «Огонь детка». И остальные проекты, которые мы сейчас готовим. А мы за это время онлайн-репетировать успели ого-го. Так что не страшно. А есть ли у вас вот, ну, у вас и так узкий рынок, будем так говорить. И еще есть также уютные театры. Как вы боретесь за зрителя? Никак. Не боремся. Мы в поддержке друг другу. Ну, то есть мы одна индустрия, мы одна сфера. Я обожаю ходить в «Заимпро», я обожаю «Артишок». Я просто обожаю, что делают ребята в бункере. Ну, то есть они к нам приходят. Я прям с огромным удовольствием, то есть когда я там пишу, и там говорю, «Филипп, приходи к нам». И они там целым составом приходят к нам на спектакль. Блин, это всегда праздник. Это всегда радость. Это классно. Мы друг друга на мастер-классы зовем, общаемся все время. Это же здорово, очень круто. И я об этом все время пишу и говорю, ребята, пойдемте, вот это мы были на импро, пойдемте с нами. Там я была в бункере, пойдемте с нами. Там ребята в «Артишоке». Я, кстати, в «Артишоке» давно не была. Ну, видно, вот с карантина. Мне кажется, что я очень... Вот, что это прошло уже тысячу лет на самом деле. Это просто карантин. Иллюзия такая. То есть я так соскучилась по театру и по своей сцене, и по другим театрам, что мне кажется, что миллион лет прошло. Вот. Что я с удовольствием пишу. Пойдемте, ребят, ну, то есть, да, там новый спектакль, новый проект. Там играет Чингис Капин, там играет Настя Тарасова, ну, то есть, там, Виктория Магамеджанова. Ну, классно же, это хорошо. Мы ничего не делим. Я думаю, что это правильный подход. Ты пишешь. Я насмерть держалась за свои убеждения. Например, брак сохранять отношения любой ценой. Пока не закончилась кармическая отработка, а с ней попытки поменять другого, измениться собой, осталось доброе отношение к общему прошлому. Ты вот называешь театром своей семьей. А что у тебя вне театра? У тебя, получается, был развод? Да, у меня был развод. Ну, то есть, обычная жизнь. Такая вне театра, и такая сразу, такая сдулась такая. О чем разговаривали? Ну, спустя совместно... 26 лет. 26 лет. Да, 26 лет прожили. Так бывает. Ну, так бывает просто, правда. Когда люди становятся друг другу чужими. И все. И ты понимаешь, что другому человеку будет лучше без тебя, а тебе будет лучше без другого человека. А так, помимо театра, ну, обычная жизнь, что? То есть, у меня лепка есть из глины, у меня друзья есть, у меня нумерология есть, которой я сейчас занимаюсь, ну, в смысле, курс заканчиваю. Тебе не хочется вновь? Может быть, ты планируешь... Я в любви. А, вон она как. Конечно. А как дочь отреагировала? Не очень хорошо. Ну, как ребенок может отреагировать? Конечно, то есть она... Ну, так она уже взрослая же, и мамочка. Она все равно умная, тонкая, творческая, и такая очень ранимая. Вот, и, конечно, у нее такое большое сердце, она всегда... Ну, в смысле, она всегда сильно, очень глубоко переживает. Поэтому так бывает. Ну, вроде бы, вы не общаетесь, да? С мужем? С дочерью. Ну, какое-то время, да, потому что ей надо все это пережить, все это надо перенести. А внучку ты часто видишь? Время от времени, да, больше разговариваю по сети, ну, поскольку мы с девочкой моей сейчас... Ну, то есть я не лезу, я не имею права. Вообще у меня всегда была, знаешь, такая концепция, что она отдельная личность. Я не понимаю родителей, которые могут лезть и говорить, я твоя мать. Я сказала, ну, потому что она слишком большая для этого. Мне иногда кажется, что... И всегда казалось, в принципе, что я говорю. Мне всегда казалось, когда я ее видела, даже маленькая, что еще неизвестно, кто из нас старше, какая душа старше. Я тебе клянусь, что... У меня прям есть такое воспоминание, что мы с ней решаем на уровне душ, кто из нас будет мама. Я знаю, это глупо звучит, но у меня где-то вот... Может, сон какой-то видел, я не знаю. Ну, вот есть такое. То есть она настолько зрелая душа, настолько большой человек, настолько, что я не могу к ней лезть и говорить, нет, я сказала, будет так, как я сказала. Камон. Какое я имею право? Поэтому... Ну, какое-то послание, наверное, у тебя к ней есть, нет? Ну, какое может быть послание? Я просто... Ну, в смысле, это мой ребенок, я люблю ее. И все, и что бы там ни было, я всегда просто хочу, чтобы она была благословенной, чтобы... Не знаю, как-то Господь ее хранил, как... Как любого ребенка. Что ты сейчас скажешь? Это... Это такая вещь, которая не ломается никогда, она никогда не порвется. Это ребенок. Она в детстве была такой любознательной, задавала тебе много вопросов. В детстве это ужас. Сколько весит земля, а сколько с людьми... И ты находила... Муж находил в основном, то есть он там в энциклопедиях копался, он как-то так... Да, она очень-очень такой любознательной. Девятя, она вообще была такая... Как сказала про нее воспитательница, моя тезка, ее Розе Мугиновна зовут, и вот она сказала, маленькая, чернявенькая, вертлявенькая. То есть она такая совсем кропкая такая... Ну, вот точно. Маленькая и вертлявенькая. То есть она такая непоседливая очень была. Да, много вопросов. Очень любопытная. Знаешь, что я сделала в свое время хорошего для нее? Мы вместе сделали. Я научила ее любить читать. Она читает намного больше меня. Я думала, что это невозможно, но она читает очень много и знает очень много. И очень глубоко думает. И я у нее спрашивала, о чем эта книга, о чем эта сказка. Она искала, ну, то, что сейчас я называю нашим профессиональным языком сверхидея. О чем сказка Колобок, да? О том, что от судьбы не уйдешь. То есть там... О чем книга, там одна из книг про Гарри Поттера, да? И она там говорит, ну, Дамблдор... Гарри Поттер спросил у Дамблдора, неужели я с лизерейницей, Адамблдор говорит, почему же ты тогда попал в Гриффиндор? Говорит, ну, потому что я очень попросил шляпу. Вот видишь, Гарри, значит, человек, это не его судьба, а то, что он решил. Его выбор. А стать режиссером, это был ее выбор, дочери, или все-таки, ну, какая-то твоя мечта, и ты ее направила, и отправила в Крагу? Нет, это было все ужасно и стихийно, потому что я вообще ничего не понимала. На тот момент я вообще ничего не понимала. Я была в такой панике, и мне надо было как-то держаться. Я тогда не умела проявлять ни страх, ни агрессию правильно выражать, ни... Ну, страх в первую очередь не умела выражать. Это вот уже потом, работая в театре, я научилась этому. И я тогда очень сильно подавляла эти эмоции. Просто я была в ужасе. Я не понимала, что делать, и как она, и куда она поедет, и зачем она туда едет. И вообще, она однажды, когда в школе училась, их позвали на драку с соседней школой и дети. И когда я пришла с работы, я услышала, что они с папой своим обсуждают, как это сделать. И он ей объяснял, ты снимаешь сережки, собираешь волосы, и вообще возьми кастеты. Я говорю, подождите, подождите, так не пойдет. Я предлагаю другое решение. Давай ты бросишь школу, и не будешь ходить в эту школу. То есть у нас были очень такие... И она говорила, вы себя слышите, родители, вы вообще нормальные. Один учит меня драться, другая вообще предлагает школу бросить. Так вот, у меня вот это решение, типа того, что да зачем учиться в этой школе вообще, зачем тебе высшее образование, подрасти немножко, научись чему-то там, руками, я не знаю, шить, стричь, не знаю, какие-то вещи. А потом, когда немножечко умнее станешь, выберешь профессию по уму, и уедешь в любую страну, в которую ты хочешь уехать. Но паника была такой сильной, и все куда-то катилось, и муж принял решение, и переубедить его было невозможно, и вот и она уехала. В общем, я не помню, как это было принято, как она выбирала себе. Но я даже наблюдал вас за совместной работой, и вы такие были, как только два режиссера, как говорят две хозяйки на кухне. Ты тук-тук-тук, вот. Да, да. Потому что она просто копия. Когда я пишу сейчас, вот бывшим мужем, что это такое она сказала, вот так-то, так-то. И он такой пишет, тише, тише, Хасанова, это твоя копия. Я такая, сразу вздуваюсь. А как она относится к твоим работам, к твоим постановкам? Она для тебя главный зритель? Да, всегда. А было то, что она не одобрила? Нет. Нет, не было. К счастью, не было. Особенно Дюймовочку. Дюймовочку я вообще делала только для нее. Только для нее. Вся эта история взросления девочки, которая встречается с... с гламурными жуками, с жабами баблоделами, с крысами, которые делают карьеру, такими чиновниками, политиками, с кротом-олигархом. Вот вся эта история, я всю ее рассказывала, как она потом говорит, мам, ну ты могла мне просто сказать, когда проплакалась, такая, ребят обнимала за кулисами, проплакала и говорит, мам, ну ты же могла мне все это просто сказать. Ну, то есть, вот так. А любовница была для про кого и для кого? Да нет, любовница ни про кого и ни для кого. Что-то я слышала, что Дильна с Ахмадиевой там была завязана. Дильичка, да, надо же было искать актрису, вообще весь этот проект был написан под нее. Я хотела, поскольку Дилька потрясно танцует, не только поет, не знаю, люди знают или нет о том, что Ахмадиева фантастически танцует, очень круто танцует. Вот, и я ей тогда сказала, давай, у меня есть проект, у меня есть просто обалденючая идея, мне эту историю рассказал Камаль Бердиев. И вот, давай она говорит, я столько текстов не запомню. Мне бы слова песен запоминать. Ну, вот так, собственно говоря. Ну, и на тот момент много всяких разных мыслей было. Она замуж хотела, она хотела ляльчику родить. Вот, и так вот у нас не случилось. В одном из интервью ты говорила, что мы сами воспитываем детей, которые в дальнейшем хотят быть любовницами и воспитываем абьюзеров. Как донести, что это не очень хорошо для безответственных родителей? Да, нет, это не безответственность, Адиль, это честное желание причинить счастье и нанести радость. То есть, когда мама говорит дочери, там, я не знаю, ну и что, что ты его не любишь, это все стерпится, слюбится, главное, что он там богатый, у него есть БМВ. выходи из-за него замуж. А то, что он руку на нее поднимает уже, да, то есть это не особенно важно. Вот это нехорошо. Или там, когда мать говорит, посмотри на меня, я всю жизнь одна, ну потерпи, он не самый плохой. Например, или когда мама говорит сыну, типа того, что, что она у тебя не слишком наглая, из чего хочет, на работу выйти, пускай дома сидит и есть готовит. Ну, то есть тебе, да, то есть, я не знаю, мне кажется, что вот в этом, в этом проблема, в том, что мы из любви пытаемся навязать свою жизненную позицию детям, поэтому хочется всегда отступить и сказать, мне как-то раз дочь так говорила, говорит, мама, ну скажи как-нибудь, я говорю, я не могу, это же, ну, в смысле, это мое решение, это мой мозг, я как могу тебе сказать, она говорит, скажи, я потом смогу на тебя свалить, ну, и сама смеется, шутки шутками, но, мне кажется, что нам с себя надо начинать, чуть более осознанными быть. Ну, вот почему тогда домашнее насилие так устойчиво сохраняется в нашем обществе, например, да, от этой вот угрозы ежегодно погибает более 400 девушек, и вот только за время карантина на горячую линию, сейчас я прочитаю, чтобы не соврать, по факту бытового насилия обратилось 300 казахстанок, и это только действительно же малая часть истории, которую мы знаем, те, которые осмелились, как с этим справиться? Потому что культура и потому что образование, потому что язык разный, потому что на казахском языке об этом очень мало говорят, потому что мы живем в двух разных мирах, и это непроницаемая стенка. Но это же не только такое насилие мы видим в казахскоязычных семьях. Нет, я говорю про культуру. Я говорю про воспитание. То есть, как бы... но и были такие же истории, где и городские, абсолютно, ну, другого склада ума и менталитета. Культура. Это все равно про культуру. Разницы нет. Ты можешь жить во дворце и быть абсолютно необразованным человеком. Ты можешь построить себе с хапнутых денег особняк, заселиться в нем, но остаться все равно человеком с определенным уровнем воспитания и определенным уровнем культуры. Нет никакой разницы, как ты сейчас выглядишь, и какие на тебе часы, и на какой машине ты ездишь. Я сейчас не про вот эти атрибуты, а про то, что вот здесь, внутри. Я вот про эту вещь говорю, а она не имеет отношения к внешним вещам. Поэтому то, что сейчас много, и стало очевидным, то, что много лет говорили, что самое главное счастье для женщины это выйти замуж. Цель, задача и, и, я не знаю, и главный результат жизни выйти замуж. Я думаю, что сейчас люди должны поменяться и понимать, что уйти от мужа тирана это не уяд. Ну, это да, это понятно. Надо понять, что самое главное в этой жизни, что ты должна сделать, это стать счастливой. А как ты это сделаешь? Будешь ты самореализовываться, пойдешь ты на работу, или ты выйдешь замуж за другого человека, родишь там четверых, пятерых, там семерых малышей, будешь счастливой мамой, будешь ты рисовать картины, или ты будешь шить курпешки. Это вообще не имеет значения. Вообще, тут самое главное, чтобы ты понимала, единственное, для чего ты пришла в этот мир, это стать счастливой. Никто тебе не может сказать, каким способом. Вообще никто. Ни мама, ни сестра, ни брат, ни отец, ни муж. Никто не может тебе это снаружи сказать. Это вот вещь, которая рождается только изнутри. Эти ворота вообще невозможно открыть снаружи, они открываются только изнутри. Вернемся к твоему одному из постов. Мне помогает учеба. Учиться для меня это означает быть пластичной. На плаву останутся те, кто адаптируется. Сейчас идеальное время обучаться профессиям, которые позволяют работать дистанционно и быть востребованными вне зависимости от ситуации в мире. На твой взгляд, какие профессии умрут, а какие будут в будущем приносить удовольствие во всех планах? Не знаю. Мне кажется, что ничего не умрет так вот, чтобы стопроцентно. Это же зависит от нас, от людей, да? То есть вот смотри, я всегда очень тяготела к глине. Мне всегда нравился гончарный круг и работа с ним. Сейчас я занимаюсь глиной, обучаюсь, но только не гончарный круг, а уже непосредственно лепка. Мне это ужасно нравится. Вот пока нас какое-то количество людей, которые этим хотят заниматься, нас сколько-то будет, это ремесло будет жить. А людей достаточно много, которым это интересно. Казалось бы, ну, там, профессии, я не знаю, пекаря, которых хлеб печет. Вот есть же конвейерное производство, да, есть Оксаким или Олечка Ильина, лимоны желтые, да, то есть люди, у которых руки понимают тесто, да, то есть они на уровне души родились, чтобы понимать природу теста. Я не знаю, как это объяснить. Вот это их предназначение. Вот пока такие люди есть, эта профессия будет жить. Ну, то есть, да, пока есть хотя бы там два человека, которые занимаются там, стеклодувы, да, ну, эта профессия будет жить. Поэтому, как можно сказать, это все зависит, вот это, какие-то будут популярнее, наверное, я не знаю, что будет там с экономистами, менеджерами, наверное, они как-то в сеть перестроятся, мне просто это абсолютно неинтересно. Ты пишешь. Задавая вопрос о себе, ты выясняешь настоящую ценность вещей и событий своей жизни. Находишь неожиданный ответ на элементарный вопрос и меняешь свое отношение ко многим значимым вещам. У меня сотни вопросов. Вот вам для примера десяток. Сейчас ты быстренько ответишь на свои же девять вопросов. Нравится ли вам тот человек, которым вы стали? Да. Держитесь ли вы за что-то, что нужно оставить позади? Две вещи, да. Я держусь за театр и вот я такой руководитель. Но сейчас уже намного меньше. Большая работа за каротин проделана. О чем вы сожалеете, что не сделали? Не была той матерью, которая могла бы быть. Все спешила, все работала, все бежала, все куда-то опаздывала. А с братом? Мы увидимся. Я уверена, что все ровно так, как должно быть. И к сожалению. И эта потеря очень многому нас научила. Нашу семью подкосила сначала и сделала сильнее, сплоченнее, добрее. Друг к другу мы прям вот все стали, двоюродные все стали, прям вот соединились, склеились. Но иногда в этой суматохе мы забываем просто сказать обычные теплые слова. Да, забываем иногда, да. Ну, ты знаешь, я иногда жалею, но чаще думаю, что нет. Офигенская у нас с ним история была. 35 его лет в моей жизни были огромным подарком, большим счастьем. Самый яркий момент воспоминания о нем. Прямо перед, незадолго до его гибели, прямо перед свадьбой моей дочери, это же был волшебный вообще год, да, то есть дочь вышла замуж, следом погиб мой братишка, следом родилась моя внучка, следом произошел развод, ну, то есть вообще просто все, что можно было поместить в один год. И вот прям перед свадьбой мы с ним провели нереальный месяц. Мы столько смеялись, пока готовились к свадьбе, мы столько всего обсуждали, мы столько с ним говорили, разговаривали, просто очень много вечеров на вот на лавочке, когда он курил, и мы вот так болтали. Какова самая мудрая мысль, которую вы когда-либо слышали? Все идеально для меня. Что бы ни случилось, всегда ты должен понимать, что все в руках Бога, и у Него есть для тебя только три ответа. Да, конечно, да, немного позже ты сейчас не готова или не готов, и нет, у меня для тебя есть кое-что получше. Если бы вы могли проживать один и тот же день снова и снова, что бы вы предпочли сделать в этот день? Медитировать утром, полепить немного, пойти на репетицию, прогнать спектакль, и вечером дать его на сцене, чтобы после этого поехать в караоке и попеть вместе с ребятами, со своими актерами, танцорами, посмеяться, пообсуждать, как прошел спектакль. Какова ваша главная мечта? Дом для себя, дом для театра, два больших дома. От какой привычки, черты характера вы бы хотели избавиться? От эго, от желания держаться за что-то очень-очень крепко, смертной хваткой, быть более мягкой, более пластичной, более доброй, больше принимать в этой жизни, в смысле понимать, что все люди разные, и это классно. Предпоследний твой вопрос, чему вы научились в этом году, в чем смысл? Вот про то, что как раз о чем я и говорю. Я наконец-то учусь. Ты знаешь, что между словами принимать и отдавать, любовь и почтение это четыре слова, между которыми стоит знак равенства. Любить это значит почитать, почитать это значит принимать человека таким, какой он есть. мы же вот детей любим, что бы они ни делали, мы их принимаем, правильно? Принимать это всей душой отдавать человеку что-то. Вот эта вещь, когда ты учишься любить, учишься почитать, учишься принимать, учишься отдавать с благодарностью за все то, что тебе дают, и говорить спасибо тебе за все. Вот это главный урок этого года. Каротину за это огромное спасибо. Какие слова вы бы выбрали своей эпитафии? Греки не писали некрологов, они задавали только один вопрос на могиле у человека, была ли у него страсть. Если была, человек прожил хорошую жизнь, у меня есть страсть, у меня есть страсть жить, у меня есть театр, моя страсть это театр, всегда была. С первого дня, как я увидела первую свою постановку ребенком, вот, я бы, если бы все-таки писать что-то на могилке, то, наверное, живи только долго-долго, пожалуйста, у этого человека, у нее была страсть, театр. И напоследок, твой совет 30-летним от мудрой 50-летней женщины. Я тебя убью, когда я не убью. Инвестируйте, не будьте идиотами, вообще их два. Первое, качайте задницу, это всегда очень полезно. Второе, инвестируйте, вообще инвестируйте в себя, в свои знания, самый главный инструмент, которым вы обладаете в этой жизни, который вам дан, это вы сами, с вашим временем. Ничего нет в этой жизни у вас, кроме того времени, которое вам отпущено, и его направо-налево тратят. Инвестируйте это время, инвестируйте в себя, деньги, знания, в свое здоровье, то есть и все это окупится. К 50, к 60, к 70 годам будете в порядке. инвестируйте и смотрите программу без монтажа. Пока-пока. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Что бы ты вырезала из программы, например? Да ничего бы не вырезала. Все как есть. Сори за слезы, я не думал, что это... Нет, ничего. Ну да, я всегда, когда говорю о ребенке, о братье, это вот какие-то вещи, которые пока не отработаны, над которыми я пока очень-очень работаю и очень изнутри еще пока дребезжит, поэтому как бы трудно признавать, да, что какие-то вещи не состоялись. Это же скорбь. Трудно скорбеть, поэтому ну ничего. Главное не болей. Спасибо тебе большое. Тебе спасибо. Замечательно. Тебе понравилось? Да. Это самое главное. Да. Главное